Здравствуйте! Основная версия – поджог. Следственные органы продолжают разбираться в причинах пожара на Монастырской 12А. Он, напомним, произошел в бизнес-центре в январе этого года. Изначально уголовное дело возбудили по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Теперь, как сообщает коммерсант Прикаме, правоохранители склоняются к тому, что возгорание случилось из-за поджога. Незадолго до пожара сотрудники офиса в здании заметили мужчину, который вел себя подозрительно. Сам пожар начался с кучи мусора в коридоре, которую, судя по всему, подожгли. Проведена пожарно-техническая экспертиза. Сразу несколько знакомых с ситуацией источников утверждают, что в результате эксперты пришли к выводу, первоначальной причиной возгорания стал поджог. При этом источники не уточняют, есть ли по уголовному делу подозреваемые или обвиняемые. По одной из версий, на причастность к совершению этого преступления проверяется человек, который уже находится в СИЗО по подозрению в совершении другого преступления. После возгорания многие посетители и сотрудники бизнес-центра смогли выбежать из здания самостоятельно. Некоторых спасли при помощи автолестниц. Пупец. Эвакуировать удалось не всех. Часть людей прыгали из окон, в том числе беременная женщина. И как только она спустилась на тротуар, стало ясно, почему она так боится. Но у нее был довольно большой живот, ну, девушка была беременна. Она была в жутчайшей стрессовой ситуации. Всего на этом пожаре пострадали 14 человек. Шестерых медики госпитализировали. Разрушительная сила в Перми устраняет последствия урагана, который случился 6 августа. По официальным данным, вновь десятки поваленных деревьев, помятые автомобили и пострадавшие. И затронула стихия не только краевую столицу, но и другие территории. Подробнее расскажет Дмитрий Гаврилов. Вновь ураган и вновь разрушительный сильный ветер, порывы которого достигали до 25 метров в секунду, валил деревья, сносил рекламные вывески и рвал линии электропередач. В самых разных точках региона сейчас подсчитывают ущерб. Последствия урагана видны и на улице Ивана Франко. Здесь во время шквалистого ветра повалило остановочный комплекс. Во время падения объекта не пострадали ни дети, ни взрослые. Без пострадавших не обошлось. В Чайковском травму получил водитель авто. Во время движения на машину упало дерево. Получив медпомощь от госпитализации, мужчина отказался. В индустриальном районе Перми на двух пермячек упал рекламный щит. Одна из женщин получила при этом черепно-мозговую травму. Она попала в больницу. В городе Перми, городе Чайковский зарегистрированы случаи падения 56 деревьев и одной рекламной вывески. Поврежден один автомобиль. В результате чего пострадали три человека, детей нет. Помощь оказанного им была амбулаторна. На 7 и 8 августа опасные неблагоприятные метеоявления на территории Пермского края не ожидаются. Разгул стихии стал причиной перебоев с электричеством. Для восстановления линии энергетики задействовали 61 ремонтную бригаду и 93 единицы техники. Зарегистрировано 165 нарушений. Пострадали город Пермь, Пермский, Добрянский, Ильинский районы и ряд других территорий. Вследствие разгула стихии без электроснабжения оставалось более 20 тысяч человек. Основными причинами повреждений в электросетевом комплексе стали обрывы проводов, падение на линии электропередачи веток и деревьев из-за границ охранных зон. Последствия урагана полностью еще не устранили. Пользователи продолжают публиковать в социальных сетях фото и видеоматериалы, на которых запечатлены разрушительные следы ненастья. Дмитрий Гаврилов, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Полтора миллиона. Не каждому, а на всех. Власти региона оказывают финансовую помощь людям, чье имущество пострадало в результате подтоплений, которые случились в июле этого года. Размер компенсации зависит от степени повреждения. Если в результате подтопления частично повреждено имущество первой необходимости, выплата составит 50 тысяч рублей. При полной его утрате 100 тысяч. По домохозяйствам, в которых пострадали огороды и надворные постройки, размер компенсации определяют по факту ущерба. В этом случае выплатят не более 15 тысяч рублей. Финансовую помощь получили жители Бордымского, Аханского, Очерского, Верещагинского, Гаинского, Кудымкарского, Юрлинского, Качевского муниципальных округов, а также города Кудымкар, имущество которых частично пострадало в результате подтопления. Это 267 семей территории, где было зафиксировано половодье. Выплаты продолжаются. Общая сумма компенсации составит 1 миллион 564 тысячи 423 рубля. Транспортная недоступность. Жители сразу же нескольких населенных пунктов жалуются на серьезные проблемы с автобусным сообщением Авериата Пермь. Люди пытались организовать его самостоятельно и наняли перевозчика. Но курсировать по этому маршруту ему запретили. Подробнее о ситуации расскажет Юлия Алеева. Поселок Ласьва, Краснокамский городской округ. До Перми 20 километров. Большинство жителей учатся, работают, посещают детские сады и поликлиники в краевом центре. Но автобусного сообщения с ним не было никогда. Люди годами просили запустить к ним маршрут. Ежегодно такое обещание власти давали. Но на этом все и останавливалось. Причин было много. Дорога плохая, остановок нет, освещение отсутствует, мост надо ремонтировать. Местные жители решили действовать самостоятельно. В итоге все-таки решились запустить сами автобус. Договорились с перевозчиком. Вы сами? Сами жители. Сами жители. И заказали автобус. То есть оформили его как заказной. Автобус зафрахтовали. Транспорт начал ездить с конца апреля этого года сообщением Авериата Пермь. Проезжая еще несколько населенных пунктов. Включая Ласьву. Перевозчик брал по 30 рублей за проезд. Всех все устраивало. Вот когда автобус пустили, прямо за радость я и думала. Выходишь, ребенка садишь, он там до школы доезжает. Вот как охоз раньше пели, песни, то же самое сейчас. Когда вот пустили автобус, все были безумно рады. А сейчас что происходит? А произошло то, что предпринимателю запретили с начала августа перевозить людей. По тем же причинам. Дорогу надо привести в порядок, установить освещение, остановки и так далее. Кроме того, перевозчику нужно собрать необходимый пакет документов. Он это сделал еще месяц назад. Но пока никаких подвижек. Дело в том, что когда это все будет длиться, это может растянуться на большое время. А людям, тем более сейчас они уже привыкли. И надо видеть, сколько людей. То есть это только часть. Те, кто на работе, просто не могли прийти. Негодование местных жителей растет. До начала учебного года меньше месяца. Садик у нас, вот, точка ходит на железнодорожном. Больница у нас на пролетарке, микрорайон. Вот как хотите, так и добирайтесь. От больницы до Ласьвы мы платим такси 250 рублей. До садика неизвестно, как добираться, кто подвезет, когда и как подвезет. У местных жителей есть еще один способ добраться до Перми. С помощью электрички. Неподалеку станция Ласьва. Только дорога здесь в безобразном состоянии. Да и сама электричка ходит не особо часто. Местные жители уже не раз обращались к власти. Писали в местную администрацию, в Минтранс и губернатору. Отовсюду получали один и тот же ответ. Все условия и инфраструктуру надо приводить в норму. В последнем письме им пообещали, что все работы завершат к июлю 2019-го. На дворе август. Мы обратились в Министерство транспорта края и получили следующий ответ. 2 августа 2019 года Министерство транспорта Пермского края совместно с представителями Ространснадзора, ГИБДД Краснокамского района Пермского края провели обследование дорожных условий на автомобильной дороге сообщением Перм-Новоселы-Ласьва. Комиссии принято решение о признании возможным установить межмуниципальный маршрут регулярных перевозок Перм-Новоселы. В настоящее время Министерство готовит необходимую документацию для проведения процедуры открытого конкурса на право осуществления перевозок по этому маршруту. Аукцион состоится до конца августа. Юлия Алеева, Евгений Гуляев, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей. На Комсомольском проспекте новые ограничения движения. Работы теперь ведут на перекрестке с улицы Советская. Подрядчик переустраивает ливневую канализацию в этом проблемном месте. Движение всех видов транспорта по Советской в районе пересечения с Компросом для этого пришлось прекратить. Кроме того, закрыли одну полосу на самом проспекте до Петропавловской. После завершения всех работ предполагается, что основательно затапливать этот перекресток в ходе интенсивных ливней уже не будет. Причина на самом-то деле не в том, что ливневая канализация не справляется, а в том, что недостаточно ливнеприемных колодцев, которые находятся на маршруте протекания воды, которая собирается у нас на участке от улицы Монастырска и до Ленина. Поэтому сейчас в рамках выполнения работ по капитальному ремонту мы будем устраивать дополнительные ливнеприемные колодцы, дополнительные камеры гашения, чтобы снизить потоки воды непосредственно в самом коллекторе и исключить разрушающие воздействия. Работы займут около двух недель, а движение на перекрестке Советско-Комсомольского проспекта откроют после 15 августа. Проект нового формата. В сентябре в Перми впервые отпразднуют день рождения реки. Новое для города мероприятие пройдет на набережной Камы. Его решили посвятить всем водным артериям города, а их в столице Прикаме насчитывается более 300. Подробнее о празднике и проекте длиной в год расскажем в нашем следующем сюжете. Набережная Камы становится полноценной точкой культурного притяжения для горожан и гостей города. Новый проект «Город-рек», созданный по инициативе администрации Перми, должен научить пермяков иначе, уважительно и ответственно относиться к водным ресурсам города. Девиз проекта «Возвращаем малые реки людям, рыбам, птицам и насекомым». За его реализацией стоит большая деловая программа. Мы с вами вместе в этом проекте будем формировать новую культуру горожан по отношению к реке. То есть не потребительский контекст, а такой уважительный, добрососедский. Цель деловой программы — получить некоторое количество максимально практических кейсов, которые мы вместе с мэрией начнем активно внедрять. Точкой старта для проекта «Город-рек» в этом году станет фестиваль «День рождения реки». 8 сентября Пермяков приглашает отпраздновать его на городской набережной. С самого утра там начнут работать интерактивные площадки. В 10.00 стартует двухчасовой йога-марафон. В течение дня праздник на набережной будет сопровождать электронная музыка. Также мы переходим в дальнейшую дневную программу, где у нас очень много интересного и смешного. Например, кратко скажу, у нас будет такой заплыв на шуточных судах, у нас будет аквабайк, у нас будет парусная регата. То есть очень много пространства, водного мы, конечно же, будем задействовать. Кульминацией «Дня рождения реки-2019» станет цветом музыкальное водное шоу. Гидроциклисты продемонстрируют свое мастерство в акватории у арт-объекта «Счастье не за горами». Кто станет хедлайнером на сцене, пока держат в секрете. Идея, вообще концептуальная идея, связана с тем, чтобы сделать первый полезный, по-настоящему полезный праздник, когда празднование этого дня связано не с тем, что хочется людям, а с тем, что полезный рек. После 8 сентября в рамках проекта «Город рек» начнет свою работу большая программа длиною в год с привлечением неравнодушных пермяков. Экологи и экоактивисты, а также представители власти будут не только обсуждать проблемы пермских рек, но и формировать новую политику обращения с пространством возле них. О своей работе они отчитаются уже на дне рождения реки 2020 года. Татьяна Овсяникова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Собери ребенка в школу. В Перми стартовала ежегодная благотворительная акция, в рамках которой горожане могут оказать помощь ребятам из малообеспеченных семей. До 1 сентября остается чуть более трех недель. О подробностях акции расскажем в нашем следующем сюжете. В этом магазине на улице Мира Дарья Крылова часто приобретает констовары для работы. Но сегодня она пришла сюда за покупками не для своих нужд. Несколько дней назад девушка прочитала информацию об акции «Собери ребенка в школу» и решила помочь ребятам подготовиться к учебному году. Узнала я об акции через социальные сети, и как-то желание сразу возникло, потому что это на самом деле не очень сложно, просто прийти за констоварами, просто купить какую-то посильную часть и дать ее людям, которые нуждаются. Собраться в школу детям из малообеспеченных семей пермяки помогают уже четвертый год. В прошлом году помощь в виде портфеля с принадлежностями получили 1803 ребенка. В этом году в списках нуждающихся более 2000 детей со всего края. Для того, чтобы каждый из них был готов к 1 сентября, в Перми открыли 26 пунктов сбора канцелярии. Найти полный список можно на странице общественной организации и территории семьи в социальных сетях. Канцелярские товары, тетради. В рамках акции «Собери ребенка в школу» волонтеры принимают все, что может помочь школьнику в учебном процессе. Но самые востребованные ежегодно – это школьные портфели. Мы с удовольствием принимаем товары для творчества. Это альбомы, краски, пластилин. Все, что пригождается школьнику, особенно школьнику из младших классов. Все канцтовары пойдут детям из малоимущих, семей, проживающих за чертой бедности, из многодетных, из неполных семей. Принести как новые, так и бывшие в употреблении школьные принадлежности можно не только в одной из 26 точек сбора, но и в офис территории семьи на Елькино, 45. Сбор продлится до сентября. Татьяна Овсяникова, Михаил Сетров, Телезионная служба новостей. Воссоздать историю практически с ноля. Пермский дворец культуры имени Калинина начинает новую жизнь. Завершается капитальный ремонт. Идет работа по восстановлению архива, который уничтожил пожар. Чтобы собрать информацию о прошлом ДК, его сотрудники решили обратиться к жителям города. Дворцу культуры имени Калинина через год исполнится 50. Его открыли в ноябре 70-го года. Тогда это был ДК карбюраторного завода. И культурный центр микрорайонов Октябрьский, Крохолева и Краснова. Его постсоветская история достаточно печальна. В мае 2000-го здесь произошел крупный пожар. Здание сильно пострадало, после этого долго не функционировало. Сейчас тут завершают капитальный ремонт. В сентябре планируют открыть обновленную сцену и зрительный зал на 600 мест. Сотрудники говорят, необходимо восстановить и архив Дворца культуры. К сожалению, после пожара уже ничего не осталось. То есть, все, что было, уже либо куда-то отдали, либо выбросили. И вот потихонечку, помаленечку мы как-то пытаемся все это восстановить, чтобы дворец уже наконец-то приобрел ту былую, так сказать, славу. Сотрудники ДК готовы записывать видеоинтервью с пермяками и просят поделиться воспоминаниями. Первыми расспрашивать будут, конечно, тех, кто давно работает в этом Дворце культуры. Звукорежиссер Сергей Путилов пришел сюда в 92-м году после армии. Был вокалистом и руководителем группы «Дилижанс». Вокально-инструментальный ансамбль исполнял хиты того времени. Все, что было у нас тогда в советской эстраде, потом в российской эстраде, ну и немножко и свои какие-то исполнения, свои песни. То есть, все, очень много людей прошло через этот коллектив. Кроме видеоисторий, в ДК собирают фотографии и документы. Сотрудники уже обратились в архивы города, получили уникальные материалы. Вот на снимках 60-х годов идет строительство здания дворца. А это творческие коллективы, которые тут занимались. В середине 80-х в ДК имени Калинина выступал молодой камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова. Это был первый визит знаменитого маэстро в наш город. При дворце действовал и кинотеатр, а также была своя мастерская, где шили костюмы для самодеятельных артистов. Также, если жители нам смогут принести различные реквизиты, костюмы, музыкальные даже инструменты старые, это все будет выставлено вот здесь, вот в этом помещении. Будут витрины, рамки. То есть любой житель сможет прийти, все это посмотреть. Свой проект сотрудники дворца назвали «Возрождая память, создаем». Узнать о нем подробнее можно на сайте ДК Калинина или на его странице в соцсетях. Юлия Зыкова, Михаила Ситров, Телевизионная служба новостей. На этом у меня пока все, но «Вечер на Рифе» продолжается. Не переключайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА